Какой артист круче? Егор Шип или А4? В этом видео, друзья, мы будем в этом разбираться и выясним, кто же из них харизматичней и лучше поет. А перед началом просмотра не забывайте оценить видео лайком и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые крутые видео. А мы начинаем! Предыстория творчества очень важна, ведь многие из нас еще с самого детства посещают музыкальные школы, учатся вокалу и даже просто выступают со школьным хором. В будущем, если человек решил стать артистом, то это ему все очень будет помогать. Тут мы и узнаем, занимался ли Влад А4 и Егор Шип музыкой и творчеством еще в самом детстве. Начнем с Влада Бумаги. Влад, безусловно, очень талантливый парень и все детство занимался хоккеем. Но параллельно хоккею Влад Бумага занимался и танцами, а именно брейк-дансом. Это уже дает ему определенный плюс, ведь как мы знаем, артисты должны уметь хорошо двигаться на сцене. А брейк-данс сочетает в себе сложные акробатические движения и демонстрирует превосходную физическую форму танцора. У Егора Шипа музыкальное творчество, чем у Влада Бумаги, было значительно лучше. Егор Шип, так же как и Влад А4, занимался в детстве спортом, а именно футболом. Но параллельно всегда душа тянула к творчеству, а именно к актерскому мастерству и музыке. Также известно, что Егор Шип занимался и в школе актерского мастерства. Это в музыкальной деятельности ему очень сильно помогает, ведь он с детства имел опыт выступать на сцене перед огромным количеством зрителей. Еще Егор посещал Академию популярной музыки композитора Игоря Крутого, которая специализируется на подготовке молодых исполнителей, композиторов и танцоров. Это помогло ему стать ведущим популярных молодежных программ «Детское Евровидение» и «Детская Новая Волна». Многие блогеры на ютубе оценивают вокальные способности тех или иных артистов, просто включив их припевы из песен. Я считаю, что этот подход неправильный и оценивать нужно обязательно пение вживую и перед зрителем. Тогда, мне кажется, полностью раскрываются вокальные способности, ведь таким образом устроены практически все вокальные конкурсы. Теперь я предлагаю вам оценить живое выступление Влада А4 и Егора Шипа. Друзья, как по мне, тут все очевидно, но мне интересно почитать ваше мнение. Напишите его в комментарии, кто лучше спел, А4 или Егор Шип. Харизма и артистичность у этих двух артистов на высшем уровне. Они умеют притягивать внимание к своим персонам, хотя и были упреки от других блогеров в их сторону. Влада Бумагу обвиняли в том, что он берет контент для своих видео с запада. Но ведь без харизмы, копируй или не копируй, не получилось бы набрать миллионы просмотров. Егор Шип также очень харизматичный и артистичный парень. Ведь он, как и Влад Бумага, занимался не только музыкой, а еще и ведет тикток, инстаграм, шоу на ютубе, которое также набирает миллионы просмотров. Итак, друзья, подводим итоги нашего батла. Как мы уже знаем с детства наших артистов, то у Егора Шипа было более направленное творчество в сторону музыки и сцены. На данный момент это Егору очень сильно помогает. Кто из ребят поет лучше вживую, то, как по мне, это Егор Шип. Он и поет лучше, и поддерживает контакт со зрителем лучше. Что касается харизмы и артистичности, то я считаю, что здесь ничья. Друзья, ведь ребята оба очень харизматичны и артистичны. И так в нашем баттле со счетом 3-1 побеждает Егор Шип. Друзья, но этот вывод создан на моем личном субъективном мнении. Поэтому никого обидеть не хотел. И если вы с чем-то не согласны, то пишите в комментарии. Друзья, не забывайте оценить видео лайком, подписаться на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.